Я помню, как ругали картину, когда она вышла на экраны, 20 лет назад. Литературная газета целый год выходила со статьей, какой-нибудь статьей критика, где обязательно упоминались пираты, как пример просто безобразия в искусстве. Ну, я вам должен сказать, что я вообще никогда не слышал доброго слова от критиков в адрес своих фильмов. Никогда. При этом заслужил репутацию знаменитого режиссера, иногда даже классиком называют. Хотя все, что было напечатано в газетах, в журналах, в толстых или тонких, все это было там, это не профессионально, это антихудожественно, это не искусство. Но, повторяю время, все ставят на свои места. Вот прошло 20 лет. И спроси теперь этих критиков, за что они ругали пираты 20 века. Романтическая история, романтическое приключение. В центре герой, которому стоит подражать, ибо это настоящий мужчина. Что такое настоящий мужчина? Это не только человек с бицепсами, там, Шварценеггер, всего. Это человек, который способен отстоять собственное достоинство, защитить себя, ребенка, женщину, родину, наконец. Таков герой этого фильма. К тому же, картина появилась раньше, чем Рэмбо. Тогда Рэмбо-то не слышали даже. И представляете, что сделали с картиной? Ну, во-первых, на долгие годы затормозили развитие этого жанра. Романтического такого приключения, или просто приключенческого фильма. Режиссер Дуров после этой отвратительной критики, убивающей критики, уже не хотел снимать ничего подобного. Другие режиссеры на примере своего коллеги говорили, да зачем мне это нужно? Деньги те же, или даже меньше, а какой позор. И вот время все ставит на свои места. Картина прошло сколько уже? Уже пошел третий десяток лет, а ее смотрят все новые и новые поколения детей. И она, особенно на фоне сегодняшнего потока, вот такого приключенческого кино, она намного чище, нравственнее. Она будет в человеке добрые и благородные чувства. Она может его вдохновить на добрые дела и даже на подвиги. Вот как важно сегодня вспомнить и проанализировать, как отнеслось общество, вернее не само общество. Картина-то, конечно, была принята с восторгом той аудитории, для которой она была предназначена. То есть в основном для мальчишек, для юношества. Они смотрели по 15 раз этот фильм. Это был, насколько я помню, чемпион советского проката. Ну вот, как отнеслась элита кинематографическая, та, которая призвана развивать, поддерживать все новое, все интересное, все полезное. Посмотрите, как она себя повела в случае с пиратами. И это урок очень наглядный, о нем нужно всегда помнить. Потому что они ведь, какими были, эти придурки, которые в свое время писали о пиратах, такими и остались. Если не хуже. Ведь это не первая была картина, снятая по моему сценарию. И обычно от сценария оставались рожки да ножки. А тут я увидел собственный сценарий, к которому режиссер отнесся с уважением и очень добросовестно. Мне показалось, что это очень хорошая картина уже тогда. И я уже, я сразу, конечно, понимал, что успех у нее будет, и будет большой. Но я не представлял, что он будет такой огромный. И все равно все мальчишки смотрят, и взрослые сегодня смотрят, потому что они смотрят, пытаются понять, что же я тогда мальчишкой увидел в этом фильме, почему он мне тогда так понравился. Поэтому сегодня его аудитория телевизионная уже, конечно, увеличилась.